Высокие технологии. Хай-Тек. Сегодня можно получить практически любой гаджет, который исполнят по вашему индивидуальному заказу. Acer начал выпускать Predator 6, который предназначен для тех, кто увлекается видеоиграми. Появление этого смартфона придется подождать. На Acer был показан лишь прототип, но за шестеркой Acer выпустит и восьмерку. Это планшет, который включает другие опции и возможности для пользователя. Его оснастят большим экраном высокой четкости и четырьмя аудиоколонками. Также по желанию пользователя можно будет воссоздать и тактильные ощущения. Lenovo показывает свои новые разработки, которые предназначаются также для геймеров. Это стационарный компьютер, один из которых назван Y700, а второй Y900. Каждая модель может быть выполнена с учетом пожеланий будущего владельца. Цена их в розничной продаже составит 1500 евро. Сегодня для стационарных компьютеров, так называемых персоналок, рынок и сегмент компьютерных игр становятся главной мишенью большинства стратегий в разработке и маркетинге. Инженеры Panasonic представили то, как, по их мнению, сегодня должен выглядеть так называемый умный дом. Экскурсию проводит Наоми Беседес. Каков принцип работы умного дома? Например, кастрюля самостоятельно перемешивает содержимое, а энергия поступает с жарочного стола. Нужно всего лишь нажать кнопку, и процесс запускается. У нас тут установлены датчики камеры, которые контролируют ход приготовления обеда. А в умном доме вообще любой предмет имеет несколько функций. И вот окно превращается в экран для просмотра отпускных фотографий. А можно ли посмотреть на то, что происходит в спальне? Конечно. Вы присаживаетесь на кровать, автоматически меняется интенсивность освещения. Тут можно ознакомиться еще и с теми сведениями, которые касаются вашего сна. В смену его фаз и общего качества того, как вы спите. У вас тут есть возможность посмотреть, подходит ли вам тот или иной тип макияжа, который вы собираетесь наложить. Для этого имеется умное зеркало. А это еще один тип смарт-часов умных часов, который предлагает итальянская компания NILOX. Часы предназначены для детей и пожилых людей, чтобы те не потерялись бы на улицах и в больших закрытых пространствах. Более того, семья или близкие имеют возможность наблюдать за маршрутом, и если происходит нечто непредвиденное, оповестить об этом соответствующей службе. Эти часы разработаны на основе трех технологий. Тут имеется GSM, сим-карта, навигатор и Wi-Fi. Wi-Fi помогает тем, у кого не слишком хорошо развит навык ориентирования в больших пространствах, например, в торговых центрах. Также на ИФА были представлены и беспилотники, которые сегодня стали вполне самостоятельным и, главное, прибыльным сектором в соответствующей отрасли.